Из пёстрого и олеповатого в красивый и читаемый. Такая задача введённого дизайн-кона. Цель его создать благоприятную визуальную городскую среду и единый стиль. Так говорят урбанисты, мол, мешают рекламные вывески целостному восприятию. А утвердили дизайн-код ещё в ноябре прошлого года. Тогда же он и стал обязательным. И применять его обязаны как бюджетные, так и коммерческие организации. Тут появляется вопрос. Как быть предпринимателем, который свою вывеску разместили, а теперь им нужно её поменять? В администрации для этого подготовили субсидии. Субсидии эти предоставляют юрлицам и индивидуальным предпринимателям, организации которых расположены на центральных улицах. Это часть Первомайского проспекта, улиц Павлова и Кольцова, Кремлёвский вал. В общем, адресов немало. Обращается в планную компанию и делает макет вывески в зависимости от того, что это за здание ОКН или не ОКН. Он обращается в согласующую культуру, либо это плавное управление архитектурой, это строительство города Рязани, либо это инспекция по обраням, где это в культурном институте. Получается согласование, собирает документы, которые указывают у нас восстановление, обращает весь пакет документов, приносит управление культуры. Сумма субсидий – это 90% от всех затрат предпринимателя, но не больше 100 тысяч рублей. Заявки на субсидию принимаются не позднее 10 ноября 2023 года. Продолжение следует...